Хаос и вар почти с... КРОВЬ БОГУ КРОВИ Утонченность и... И фильтры для говна Всем привет! Меня зовут Шон Гизатулин и сегодня вы смотрите Ваха Факты на канале Варп Маяк. Здесь мы коротко рассказываем о различных явлениях во вселенной Вархаммер 40 тысяч, а также говорим о малоизвестных подробностях ее обширной истории. И темой этого выпуска Ваха Фактов станет изначальная истина Вархаммера. То, без чего не могут существовать надменные ничтожества, которые мнят себя повелителями судеб галактики. Да и все остальные тоже. То, что снится им в ночных кошмарах. То, что однажды будет повелевать всем. Хаос. Факт номер один. Хаос — это бескрайние возможности. Хаос и Варп почти синонимы. Если объяснять на пальцах, то Варп — это параллельное измерение, скрытая и неотъемлемая сторона бытия. А Хаос — это безумная варева психической энергии, которая там бурлит. Здесь нет законов и ограничений, кроме одного — право сильного. Короче говоря, вокруг происходит случайная и полная жопа. Варп населен плотнее, чем мохнатая грудь самого блохастого космического волка. Если что-либо из вещественного мира попадает в его пределы, и при этом оно не корабль, прикрытый защитным полем Геллера, с вероятностью чуть менее, чем 100%, несчастную хреновину сожрет, заразит или трахнет местная фауна, которая сплошь состоит из так называемых демонов. Демоны, коренные обитатели варпы, бывают разные. Большие, маленькие, могущественные, и не очень сильные, и хитрые. Но если вы вдруг туда попадете, все они слетятся, чтобы познакомиться с вами поближе. В гастрономическом смысле. Не принимайте их голод и злобу близко к сердцу. Просто жизнь в Архаммере — тяжелая штука, а смертные намного чаще бьют друг другу морды и страдают, чем делают что-либо еще. Поэтому ослабляйтесь и постарайтесь получить удовольствие. Общий принцип рождения демона в океане варпа одинаков. Смертные должны испытать сильное чувство, скажем, мучительно просраться. Чем больше страдальцев будут рвать кишки на очке, тем более сильный говнодемон образуется в варпе. Самых отожранных и злобных чертей во всем варпе иногда, пафосно величают губительными силами или богами хаоса. Хотя, скажем, орочьи башки горг и морг настолько веселые ребята, что вертели их на кожаной трубе. Впрочем, любых тварей варпа можно отогнать. Просто будьте более отчаянной, хитрой и кровожадной сволочью, чем они. Факт номер три. Хаос — это упорство и энтузиазм. Давным-давно, когда раса древних была в галактике у руля, варп пребывал в спокойствии, но буйные некроны в девичестве Некронтир набросились на древних, словно тузик на тряпку, и понеслась. Смотрящие по космосу отбивались как могли, пихая в мясорубку войны целые созданные ими разумные виды. Так на белом свете появились, например, Айльдари и орки. Они тоже напердели в варп эмоциями, создав свои пантеоны потусторонних мудаков. И вот тут, на историческую арену, прямо с дерева спрыгнули наши волосатые предки. Говорят, все расы галактики приложили руку к зарождению губительных сил, но люди включились в это дело с энтузиазмом пьяной мартышки. Впрочем, Айльдар, следуя собственной блядской природе, торговали с жопой направо и налево, породив, кроме собственного сборища астральных шалунов, еще и четвертого бога хаоса. Со временем тихое болото варпа трансформировалось, с не менее лучшего слова, совершенно хаотичный пиздец. Все, что интересует богов хаоса, это великая игра, приз которой абсолютная власть. Однако, если кто-то из них победит, хаос обретет некую определенность, то есть перестанет быть собой. И поэтому четыре божества обречены вечно толкаться хуями, как извращенцы в японском метро. Впрочем, они не сдаются, считая, что для победы все средства хороши, в том числе и жалкие черви, населяющие материальный мир. Факт номер четыре. Хаос — это храбрость и героизм. Поскольку порождения варпа обычно не могут долго бродить по материальному пространству, темным богам нужны смертные слуги. Правда, в этой профессии есть издержки, такие как анальное рабство у сумасшедшего босса и мгновенное попадание в расстрельные списки по всему обитаемому космосу. Впрочем, бонусы губительных сил тоже внушают уважение. Среди них — сила, власть и бессмертие. На крайняк всегда есть вакансии отродья хаоса или живого щита в первой волне пушечного мяса. Кстати, махачем заведует Кхорн. Слуги этого бога очень целеустремленные и, можно сказать, социально ответственные. Например, они любят агитировать за донорскую деятельность, а также строят здания из экологически чистых органических материалов. Так что, если вы увидите поехавшего берсеркера, что бежит в вашу сторону и вопит «Кровь богу крови! Черепа трону черепов!» Не сомневайтесь. Это Кхарнат. Кроме всего прочего, данный бог хаоса также демонстрирует высокий уровень толерантности. Для него не важна раса, гендер, цвет кожи или сексуальная ориентация. Если кого-то можно зарубить, выпотрошить или расчленить на куски, то сойдет. Значит, равные возможности для всех. Хорн обитает в медной крепости, где окружил себя вулканами, гладиаторскими боями и прочими спецэффектами. Например, он приютил у себя толпу отмороженных орков под предводительством таски убиватора демонов. Каждый день Хорн натравливает на зеленокожих своих отборных тварей, а потом воскрешает порубленный фарш обратно и резня повторяется. Эээ... Как видите, ему совсем не чушь с некоторой гуманизм. Факт номер пять. Хаос это доброта и здоровье. Если удар цепным попором в табло это не то, почему вы угораете, можно податься в гости к дедушке Нурглу. Он с радостью принимает новых подопечных и дарит им полезные подарки. Например, гнойную чесотку или бабочек в животе. Правда, бабочки очень похожи на злобных навозных мух, но с чего бы нам придираться. И вообще, хотите дружить с Нурглом? Забудьте о навязанных обществом стандартах красоты. Всем сердцем примите бодипозитив и топайте распространять заразные подарки дальше. Взамен вы получите такой мощный иммунитет, который выдержит не только жалкий насморк или, скажем, чуму, но и очередь крупнокалиберных бронебойных болтов прямо в брюхо. Нургл, также известный как повелитель разложения, любит смертных. Главным образом потому, что они могут болеть, умирать и гнить. Он обожает армии чумных зомби, что маршируют по развальным некогда процветающих миров, веселиться, глядя, как еще живые пытаются сдержать заразу. Этот жизнерадостный толстяк однажды принимал у себя в садах не кого-нибудь, а саму Ишу, богиню Ильдар. Нургл оказал ей честь, лично проверил на прекрасной даме свои яды и токсины. С тех пор о красавице ничего не слышно. Наверное, ей так понравилось, что она решила получить там вид на жительство. Однако и гостеприимство Нургла имеет свои пределы. Когда провидцы Ильдар с мира корабля Луганат вторглись к нему домой, чтобы спросить совета у Иши, дедушку просто переклинило. Несмотря на то, что вандалы брыкались и плевались голубым пламенем, его слуги постепенно задавили пришельцев и превратили их в деревья, на которых возревают любимые внучата-дедушки маленькие гнойные нурглинги. Потому что даже доброго старичка-боровичка можно довести до греха, если постараться. Факт номер 6. Хаос это утонченность и страсть. Если же вы тусовщик и творческая личность, попытайтесь счастье у слонеж. Темный принц, как его иногда называют, знает, чего хочет от жизни, а конкретно оргий и прочих удовольствий. Да еще и кушать души ильдар, которые, собственно говоря, и произвели слонеж на свет. У его слуг своеобразное представление о наслаждениях. Это могут быть, скажем, звуки классической музыки или вопли жертв, с которых заживо сдирают кожу. Слонежи-то умудряются получать удовольствие даже от собственной гибели, чему очень способствует Хорн, который терпеть не может этих противных извращенцев. Несмотря на гламурный вид, подручные слонеж могут быть суровыми, как титановые яйца. В этом отношении показательная история хрени по имени Сил-Эск. Дело было так. Глашатая, то есть элитную демонетку-слонеж, которую звали Сил-Грязоязычная, задолбали коллеги. Как же так интересовались они? Ты должна повергать смертных в почину гибели, а вместо этого якшаешься с ними. Тебе мозги в черепе не жмут, Сил терпела-терпела, молчала-молчала, а затем просто взяла очередного раба по имени Эск и довела его... Нет, не до того, о чем вы подумали, а до самого демоничества. Но это когда смертный становится демон-принцем, большой и чрезвычайно опасной падлой. Но элита все равно тыкала в него щупальцами и ржала. Примерно так. Хе-хе-хе, бывший смертный, хе-хе-хе. Поэтому парочка пошла откручивать головы всем, кто косо на них смотрел. Они с боем добрались аж до самого престола слонеж, а темный принц сплавил новоявленных Бонни и Клайда в неведомую зверушку, над которой очень сложно посмеяться так, чтобы потом не выхватить пизды. Факт номер семь. Хаос это знание и мудрость. Если удовольствие плоти вам чужды, топайте прямиком в приемную Дзинчу, главного великого комбинатора в Сиявахи. Дзинч, он же меняющий пути, постоянно мутит какие-то аферы и строит многоходовочки. Патологическая лживость и паранойя всегда были его визитной карточкой. К примеру, у его правой руки, которую весь варп знает под погонелом Кайрис судьбоплет, настолько яростная шиза, что одна его голова постоянно врет, а другая честна, как на исповеди. Правда, очень мало кому удалось распознать, кто из них кто. Однако, боевой петух повелителя перемен полезная зверушка, так как видит и прошлое, и будущее, вот только с восприятием настоящего у него большие проблемы. Кстати, насчет восприятия. Кристальный лабиринт вотчина Дзинча это гребаный кошмар архитектора и даже демоны могут долго блуждать в его стенах, а уж о смертных и говорить не приходится. Что ж до сердца местных земель, невозможной крепости, то она явно строилась под тяжелыми наркотиками. Найти здесь нужный путь способны лишь повелители перемен, самые продвинутые слуги Дзинча. Короче говоря, увлечения меняющего пути его приближенных простые незатейливые. Первое использовать и обманывать всех и вся. Второе если провести не получилось давать по голове колдовством уебу. И третье всячески изводить дедушку Нургла. Веселый толстячок уже задолбался терпеть выходки хитрожопого соседа и очень надеяться что когда эта вселенная сгинет то Дзинч сгинет вместе с ней. Факт номер восемь. Хаос это демоны. И разновидности у них больше чем мандовошек на слонешицкой шлюхе. Но давайте все же попробуем кратко пройтись по сортам говна не особо принюхиваясь. Если монстр хищный и тупой это демоническая тварь. Если на тваре кто-то едет значит перед нами демонический скакун. Когда хрень похожа на человека она как правило является низшим демоном то есть рядовым солдатом богов. Когда хрень но еще и большая хитра и толкает издевательские речевки мы набрели на высшего демона который никогда не был смертным или же на демон принца который был но сделал охуительную карьеру. Однако если перспективный чемпион напорол косяков или скажем очередной дар богов стал ценному сотруднику поперек горла то быть ему порождением варпа то есть бесформенным и безмозглым уебищем. Можно подселить одержимый а если отмороженный псайкер запихивает варп сущность в тело смертного и подчиняет ее бесчисленными ритуалами это будет демон хост такой полуфабрикат в отличие от остальных чертей может долго шароебиться в материальном мире. Силы варпа вселяются не только в плоть им подойдут и предметы в итоге выходит демонический артефакт например у примарха фулгрима когда-то был меч а внутри него квартирант который нагнул хозяина захватив его тело но затем белокурый красавчик сам ухитрился прокатить монстра на волосатой дудке и с тех пор не расслаблялся при сочетании механизма и сущности из варпа образуется демоническая машина ну знаете как на автовазе а когда смертный подхватит вирус облитератор он сам станет облитератором куском агрессивного мяса из которого торчат пушки ну вы поняли демонов много кроме того существует порождение хаоса неделимого что служит всем богам одновременно факт номер девять хаос это бомжи не одними чертями славятся губительные силы с тех пор как без малого половина астартес показала папочке средний палец и перебралась в оку ужаса там буквально не протолкнуться от падших десантников еретиков культистов и прочих асоциальных человеческих элементов они любой ценой пытаются захапать себе кусочек абсолютной власти и личного бессмертия наверное хуже всего приходится космодесантникам ремонт силовой брони вооружения и кораблей влетает в копеечку а боеприпасы расходники и продовольство на деревьях знаете ли не растут конечно некоторые работы можно заказать темным механикус но блять вы видели их прайс на ценнике вполне может быть написано два корыта платины пятнадцать тысяч рабов и баночка болевод единорога короче пацаны руки в ноги и без добычи не возвращайтесь таким образом разбойничные рейды на территории империума это хлеб и майонез любой уважающей себя хасидской варбанды кстати болтают что самая ценная добыча для любого падшего астартес специальные фильтры для говна понимаете они вставляются в силовую броню где перерабатывают срань и санину могучего воина в пищевой паек фильтры надо время от времени менять и что во время похода жрет десантник хаоса которому не удалось их раздобыть страшно даже представить впрочем так этим говноедом и надо факт номер десять хаос это ты так что если старый добрый империум кого-либо не устраивает скажем еда не очень погода достала труп на троне надоел а комиссар всегда шлет в атаку первым всегда можно переобуться на ходу и попробовать свалить светлое демоническое забугорье там как известно ништяк леголайз и все идет по плану пейзажи цветные друзья рогатые лазган говорящий а начальство внушает уважение в комплекте карьерный рост постоянная занятость в том числе разминирование минных полей с помощью штыковой атаки а еще многочисленные дары темных богов если жопа не треснет конечно чё тупиш рисуй на физиономии восьмиконечную звезду хаоса и вперед сегодня ты хер простой но уже завтра у тебя вместо хера заразный хобот тебе дают демонетки и сама слонеж а хорн хлопает по плечу и говорит молодца просто поставь крестик на документе который протягивает вон та говорящая голубая курица с рогами курица Продолжение следует...